Шествие бывших латышских эсэсовцев от Домской площади к памятнику свободы впервые прошло в Риге 16 марта 1998 года. Нарушение приказа министра обороны в шествии принял участие командующий национальными военными силами полковник Юрис Далбинч, за что и был снят с должности. Однако с тех пор шествия стали ежегодными и все более многолюдными. Первый период был, когда об этом вообще не говорилось, почти не говорилось, говорилось о легионерах, которых никто не помнит, которые куда-то ходят, но это никого не интересует. Потом с 1998 до 2005 была такая эскаляция и 16 марта мы видели на первых страницах газет. И я бы хотел сказать, что с 2005 года в средствах массовой информации такая тенденция больше не делать сенсацию из этого, а понять, что это такое. Правда, вскоре эти мероприятия перестали быть официальными. В 2000 году Сейм Латвии исключил из списка праздничных и памятных дат 16 марта – День памяти латышских воинов. Но страсти не утихли. Все меньше в шествиях принимают участие легионеров и все больше молодых людей. По мнению латвийских ученых, которые исследуют эту проблему, здесь нет ничего странного. Это самое интересное, что происходит, что актуальность высока не только для людей, которые участвовали во Второй мировой войне, а для новых людей, которые родились в 90-х даже и не могут помнить этих событий. Это тоже суть социальной памяти, что мы не различаем то, что мы видели, от того, что мы услышали от других или прочитали где-то. Так что эта радикализация, конечно, она идет от политиков во многом и в некоторых случаях тоже от средств массовой информации. Сегодня вопросами урегулирования конфликтов двух сторон вплотную занялась парламентская подкомиссия по патриотическому воспитанию, которую возглавляют представители ВИСУ Латвии ТБ ДННЛ. Правда, занялась своеобразно. День 16 марта комиссия вновь предложила сделать памятным официальным днем. Представители нацблока заявляют, что таким образом будет восстановлена историческая справедливость и обеспечено уважение официальных властей к национальным воинам. Инициативу национального объединения ничем иным, как предвыборной кампании, объяснить невозможно. Так считают их коллеги по парламенту. Легионеры, которые не участвовали в преступлениях, были насильственно мобилизованы, являются жертвами нацизма. И они должны возлагать цветы в день памяти жертв нацизма. Не безусловно все легионеры являются жертвами, потому что Гитлер, в общем, их обманул, когда их вербовали и когда им даже рассказывали сказки о том, что они в рядах легиона ВАФНСС будут бороться с большевизмом. Поэтому выбирать день 16 марта, который был выбран организацией Далгова-Сванаги, он совпадает с одним из памятных дней Третьего рейха. Это день памяти павших героев. Я думаю, что коалиция навряд ли осмелится проголосовать за этот законопроект. Я думаю, что европейское сообщество не останется в стороне. Но я думаю, это будет продолжаться, и попытки национального объединения взять реванш, они будут продолжаться. Остальные коалиционные партии сразу заявили, что не поддержат поправки. Премьер-министр Валдес Домбровский заявил, что 16 марта – это дата, которая скорее разъединяет, а не сплачивает латвийское общество. И не только 16 марта. Согласно исследованию ученых, Вторая мировая война в целом традиционно раскалывающий латвийское общество вопрос. Это видно ежегодно по двум датам – 9 мая и 16 марта. Сегодня эти даты пытаются уравновесить, и решение этого вопроса доверено комиссии по сплочению общества, которую по случайному совпадению тоже возглавляет Нацблок. Не так давно эта комиссия приняла воззвание к народу, где призвала примириться тех, кто отмечает эти две даты. Нетрудно догадаться, какова реакция тех, кому обращено провокационное воззвание. Зато цели Нацблока достигнуты. Они говорят и пишут. А что еще нужно для предвыборной компании, простите, для сплочения общества? Наталья Михайлова, специально для МИКС-ТВ.